Чуть глаз не выронил. Почему он работает, до конца не понятно. Получает какое-то мифическое лечение. Страдает определенное время в году. Услышать как бы от офтальмолога в первый раз, наверное, это может быть странно. Насколько она важна в целом для неврологии, для терапевтов. Здоровых пациентов не оплачивает государство. Что бы вы посоветовали неврологам? Чтобы неврологи, во-первых, больше читали. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня в студии первого медицинского канала я, офтальмолог Айсложер Муханова и мой коллега, врач-невролог Кирилл Скоробогатых. Обсудим мы тему совместного взаимодействия офтальмолога и невролога при такой, наверное, часто встречающейся ситуации, как боль в области глаза у пациентов. Цикл передач называется «Это не ко мне», и, соответственно, достаточно часто встречается ситуация, когда пациент приходит на прием, например, к офтальмологу с жалобой на боль в области глаза, в самом глазу, в глазном яблоке. Это может быть боль разной степени интенсивности, часто какой-то может быть даже и радиацией, другие отделы головы. А офтальмолог осматривает пациента, глаз спокойный, нет никакого отделяемого, внешне глазное яблоко спокойное, зрение на глазу хорошее, и офтальмолог говорит «Это не ко мне» и направляет этого пациента к неврологу. Хотелось бы сегодня обсудить, какие, наверное, наиболее частые причины, направление к вам, пациентов, офтальмологами с такими вот болями в области глаза? Что вот больше всего, чаще всего у вас встречается в вашей практике? Такое встречается практически чуть ли не каждый день, просто потому что глаз, он находится в черепе, да, и как бы получается, что вот эта часть, как бы она одна офтальмологическая, все, что за ней, это уже там голова, неврологи, да, предмет темный, как бы и там что-то неврологическое, значит, дальше. Ну, конечно, когда у пациента, когда пациент приходится этой проблемой к нам, он уже, скорее всего, был у офтальмолога, просто потому что у любого пациента, когда болит в области глаза, он не думает о голове, он думает скорее о том, что что-то с глазом не так, да, тем более часто это еще сопровождается помимо боли другими проявлениями, там, слезотечением или покраснением глаза, то есть прям очевидно, как бы, да, что куда нужно идти. Ну, я думаю, что и терапевты, кстати, тоже очень часто, если они видят такую проблему, они не думают о том, что это что-то неврологическое, скорее, это что-то вот связанное с глазными болезнями. Когда пациенты к ним уже приходят, и у них есть заключение офтальмолога, что все в порядке с точки зрения глазу, никаких проблем нет, как бы, дальше, в целом, есть боль за глазом или в области глаза, то проблемы, которые могут быть с точки зрения неврологии, их можно условно поделить на проблемы, скорее, злокачественные такие и угрожающие, да, какому-то здоровью, и проблемы, ну, более доброкачественные. Вот если мы поговорим о более таких вот неприятных ситуациях, да, то что это может быть? Наверное, в первую очередь, это что-то в кавернозном синусе. Это как раз такая зона, как бы, венозной системы головного мозга, которая находится примерно как раз вот за орбитой, как бы, в этой области, и она важна тем, что там проходит какое-то совершенно невероятное количество всяких структур, как бы там проходит сонная артерия внутренняя, да, сонная артерия, ее часть внутри этого синуса, там проходят глазодвигательные нервы, часть из них, там проходят веточки тройничного нерва, собственно говоря, это обуславливает боль, да, при патологии кавернозного синуса. И что может быть с ним не так? Как бы там может быть, вот, например, гранулематозное воспаление, есть такой синдром талозы ханты, да, когда вот эта стенка синуса воспаляется, ну и, собственно говоря, все, что находится внутри этого мешка, этого синуса, повреждается, да, то есть возникает боль, это болезненная офтальмоплегия, по сути дела, да, потому что... Да, там будет ограничение подвижности глазного яблока, то есть все-таки офтальмолог понимает, что, наверное, не только с неврологической стороны если что-то не так, потому что глаз-то не двигается, помимо того, что он болит. Да, то есть здесь уже офтальмолог тоже, как бы, скорее... Ну, по идее, он должен заподозрить это заболевание, как минимум, да, но, опять же, уровень офтальмологов в стране достаточно разный, поэтому, может быть, на самом деле, они приходят к вам с заключением здоровых. Ну, может быть, да, потом, может быть, опять же, в этом кавернозном синусе случится другая катастрофа, может случиться, например, каротидно-кавернозная соусти, то есть, когда, особенно это у жилых людей бывает, когда есть как бы сонная артерия, собственно говоря, кровь вливается в этот кавернозный синус, это очень яркая клиническая картина. Я думаю, здесь, конечно, офтальмологи не пропустят этот... Там уже должен быть, по идее, шум, который можно выслушать при аускультации. Да, там пульсирующий шум, вот этот красный глаз практически вываливающийся, как в фильмах ужасов, как бы, да, если посмотреть картинки, погуглить, они такие драматичные достаточно. Ну, это все, как бы, такие ситуации, когда действительно глаз как-то вовлечен, то есть при Талосаханте у нас будет офтальмоплегия, глазное яблоко не будет двигаться, и, наверное, офтальмолог должен подумать, что все-таки проблема его в том числе. А вот, например, ситуация, когда внешний глаз спокоен, не нарушена его подвижность, но, тем не менее, присутствует какая-то боль в области орбиты, в области вот иннервации как раз-таки ветви тройничного нерва, какая-то вот трегиминальная невралгия, такое возможно? Да, здесь, если функция глаза не нарушена, потому что, опять же, мы можем... ситуации могут быть, когда есть боль ретроорбитальная, например, и есть нарушение зрения, как бы, да, это одна ситуация, она как раз вот более злокачественная, которая связана с воспалением, собственно говоря, в зрительном нерве, да, это вот оптика миелита, как бы, и там есть целый спектр заболеваний, рассеянных склероз и прочие аутоиммунные заболевания. Но если функция зрения не нарушена, а боль и какой-то дискомфорт в этой области есть, но с точки зрения глаза все окей, то здесь, конечно, есть спектр таких доброкачественных, скажем, да, в кавычках, состояний, например, различные варианты головных болей, они встречаются не так часто, но они очень драматичны. Например, эта группа объединена таким вот термином, общем, называется тригеминно-вегетативной цифалгии. Собственно говоря, этот термин описывает то, что происходит в момент приступа этой боли. Возникает боль, собственно говоря, вот в этой области, как раз, да, в области первой ветви троничного нерва, как раз глаз-то падает в эту же область, и возникает вегетативное сопровождение, которое я обычно пациентам описываю, как вот если вы волосок из носа потянете, у вас будет глаз немножко слезиться и вот как бы прищурится, да, вот если это вы увеличите в тысячу раз, как бы у вас будет как раз вот вегетативное сопровождение при этих вот тригеминно-вегетативных цифалгиях. Самая частая из них – это кластерные головные боли, они сами по себе очень интересные. Пациенты, чаще мужчины, страдают ими определенное время в году, вот пучок, да, кластер случился, там, не знаю, 4 недели, там, полтора месяца, например, а потом весь остальный год он здоров, как бы, да. И в эти периоды люди испытывают очень интенсивные боли, ну, прямо вот одна из самых сильнейших болей вообще известных человечеству считается, кластерные головные боли, 10, там, 12 из 10 баллов, как бы, да, страшнее, чем почечная колика. Вплоть до суицида могут доводить эти головные боли, и возникает вот слезотечение, заложенность носа, покраснение, может быть, глаза, симптом горнера, как бы, может быть, заложенность, кстати, в ухе распирания, тоже интересно бывает, и беспокойство пациента. Но что интересно, что когда пациенты входят в этот период, они обычно ищут помощи. Приходят к офтальмологам, тебе говорят, все в порядке, как бы, потом они должны прийти к неврологу. Невролога либо они не успевают до них дойти, либо он говорит, ну, я ничего не вижу, вот там, про кластер забыл, и потом период заканчивается, и пациенты скажут, фу, все прошло, наверное, больше никогда ничего такого не будет. А потом через год опять, как бы, та же самая история, да, то есть вот интересно, что к диагнозу эти люди приходят лет через 7 в среднем, даже вот не только у нас, а во всем мире. Ну, допустим, вот пациент с типичным кластером, да, пришел к офтальмологу. Ну, что-то на офтальмологическое это похоже, да, то есть есть светобоязнь, скорее всего, да, какое-то слезотечение, может быть, опущено веко немного, и надо исключить, например, свои какие-то заболевания, например, подопадание народного тела, да, то есть роговичный синдром достаточно сильно выраженный, болезненный, то есть офтальмолог должен, по идее, осмотреть пациента там на предмет, нет ли у него там какого-то народного тела, проникающего ранения глаза, да, которое может такую сильную боль вызывать, исключить, например, приступ глаукомы закрытоугольный, потому что там тоже достаточно сильная боль, ну, прямо нестерпимая, но пациенты описывают как очень интенсивную боль, которую тоже можно отдифференцировать от кластера, если офтальмолог может измерить внутриглазное давление, да, исключить приступ, осмотреть переднюю камеру, там, состояние радужки, угла передней камеры и так далее. Ну вот здесь, кстати, что интересно, что пациенты с кластером, они, ведь вот эта вот боль, кластерная головная боль, она длится там условно час-полтора, очень интенсивно разбудила пациента ночью, он ходит там, как бы вот болит глаз, там, потом все прошло, днем возник еще один приступ, например, опять все болит, пациент видит, что с глазом что-то не так, он приходит к офтальмологу, а там же все окей, то есть после того, как закончился этот период, как бы вот этот вот эпизод кластерной боли, то он абсолютно здоров, и визуально там очень сложно что-то понять, и вероятность того, что прямо у офтальмолога на приеме случится кластерная боль, она, как бы, не факт, как бы. Есть еще один диагноз интересный, вот тоже из этой же группы головных болей, называется пароксизмальная гемикрония. Она похожа на кластерную головную боль, только приступы короткие, и их много, то есть там 20-30 минут длительности, но их там 8-20 в день, тогда и шанс успеть, как бы, да, есть, как бы. И что интересно, у этого типа головной боли, чем он интересен, что работает эндомитоцин, обязан работать в 100% случаев, то есть если он не работает, мы не можем поставить этот тип головной боли, почему он работает, до конца непонятно на самом деле. А все-таки вот кластерные головные боли, вот подобные, да, состояния, какое это на сегодня активное лечение, вот, допустим, если пациент с таким диагнозом, чем ему можно помочь? Тут лечение делится на две группы, значит, первое, мы пытаемся убирать вот эти вот эпизоды острые, но здесь, к сожалению, мы очень ограничены в России, потому что у нас нет самого эффективного средства, это инъекционный суммотрептан, да, то есть препарат, который очень быстро действует, действительно работает у этих пациентов, потому что нет смысла пить его внутрь, как бы обычные препараты, ну, не успеют подействовать, да. Дальше мы пытаемся справиться, собственно говоря, вот с этим пучком, периодом, когда он возник от кластерной головной боли, у нас есть, ну, такие два основные подхода, мы используем обычно глюкокортикоиды, которые прямо вот сейчас начинают работать достаточно быстро, и параллельно с этим используется препарат, который называется верпамил, блокатор кальциевых каналов, он эффективен при кластере, но дозы достаточно большие, порядка 360 мг в сутки, кардиологи обычно, как бы, вы что, с вас пошли, как бы, да, там, брадикардии, все остальные, как бы, медленно наращиваем дозы, и поэтому эффект, как бы, развивается, вот не прямо здесь, сейчас. Вот такая комбинация, обычно, она достаточно эффективна. Если это хронический кластер, когда не прекращаются приступы, вот эти вот не пучки, вот раз там в году, а непрерывно, это очень тяжелая ситуация, и там вплоть до оперативного лечения имплантируют нейростимулятор в крылонебной ганглии. Ну, вот, допустим, повезло, скажем так, нашим коллегам, у которых есть под рукой такие неврологи, как вы, и там, и коллеги ваши, и там, из клиники головной боли, или там, из других каких-то крупных центров, офтальмолог работает на периферии. Вот у него такой пациент. У нас есть какие-то состояния, допустим, гипотическое воспаление орбиты, например, какие-то еще вещи, где стероиды точно помогают. Ну, не знаю, можно ли так говорить, эмпирически назначить стероиды, и посмотреть, есть эффект, нет эффекта, и понять, что, наверное, может быть, это действительно какой-то вот кластер. В целом, я думаю, что офтальмологи вполне на периферии могут что сделать? Они могут посмотреть на пациента с точки зрения офтальмологии, исключить все проблемы, а дальше сценарий такой, что если есть боль за глазом, то в целом и она впервые в жизни возникла. Даже для невролога это красный флаг. То есть, как бы мы можем, конечно, поставить кластерную головную боль под вопросом, но мы всегда должны понять, не является ли это той самой патологией, например, кавернозного синуса, которая может действительно проявляться как кластерная головная боль. То есть, это может быть тот же самый талоза Ханты или какой-то тромбоз. То есть, по идее, пациенту, конечно, ну, желательно ему сделать МРТ все-таки в этой ситуации, если это первый в жизни приступ к кластерной головной боли, да, я таких пациентов отправляю на МРТ, в принципе, это общепринятая практика. По тактике МРТ с контрастированием, без какого-то требования именно, чтобы... Ну, вообще, да, то есть, контраст нам нужен для того, чтобы, если есть возможность, опять же, метастазирования, да, в кавернозном синусе такое тоже бывает, как бы, да, это там рак легких, молочные железы, например. Еще хороший режим жироподавления, потому что, опять же, какие-то нюансы, да, вот в этом синусе, вот очень хорошо видны в этом режиме, ну, и в режиме флеер мы хорошо видим воспаление, то есть, наверное, вот эти три нюанса, но это стандартные достаточно, как бы, режимы. Опять же, для Москвы, ну, как бы, да, в целом. Из-за городов, да, потому что иногда, работая на периферии, приходится конкретные вещи какие-то прописывать, уточнять. Согласен, да. Ну, если про боль еще говорить, что еще может, с чем может столкнуться офтальмолог, например, да, вот когда видят пациента с болями в области глаза, в области орбиты, это вполне может быть, например, невралгия троничного нерва, да, то есть, почему нет, заболевания встречаются не так редко, но обычно, обычная невралгия, все-таки, это вторая-третья ветка, как бы, это обычно вот эти зоны, в первой мы видим гораздо-гораздо реже и чаще все-таки это сопряжено с заболеваниями такими, как рассеянность, опять же, склероз, какие-то проблемы вот моста мужичкового угла, то есть, вот, скорее такие, потому что идиопатическая невралгия троничного нерва все-таки это вторая-третья ветки, как бы, вот, обычно не область орбиты. Я еще, кстати, хотел спросить вот обратной ситуации, да, то есть, если мы чуть-чуть выйдем за рамки боли, как бы, да, и в целом, как бы, про взаимодействие неврологов и офтальмологов, у меня чаще всего ситуация, когда мне очень нужна консультация офтальмолога, когда я подозреваю внутричерепную гипертензию, да, то есть, понятно, что если у пациента очень интенсивные головные боли, когда он лежит, и они, там, облегчаются в вертикальном положении, и там есть определенный еще ряд симптомов, мне нужно посмотреть глазное дно. Я этого делать не умею, хотя на самом деле, как бы, неврологи в целом, как бы, должны, как бы, да, как и семейные врачи, да, да, должны смотреть глазное дно, как бы, ну, в целом, как бы, это, да, как бы, пунктик для, там, еще, да, какого-то обучения. Эти пациенты с повышением внутричерепного давления, у которых нет объемных образований, собственно, это повышение внутричерепного давления, оно идиопатическое. Ну, тут чаще женщины с повышенным индексом массы тела. Да, да. У них там еще могут быть какие-то проблемы гинекологического характера. Да, вот как бы, тогда я отправляю, собственно говоря, к офтальмологам, и там, собственно, мы, наверное, да, вот уже взаимодействуем здесь более плотно, потому что, мне кажется, офтальмологи лечат таких пациентов тоже. Ну, как мы их лечим? Глазное дно посмотреть мы можем, естественно, да, и подтвердить, или исключить признаки какой-то внутричерепной гипертензии на глазном дне мы можем. Иногда у таких пациентов еще возникают проблемы, зависимо от того, сколько им лет. То есть это может быть женщина молодая, там, 30 с чем-то лет, а у нее трудности при чтении возникают, она отодвигает текст для работы, не видит близко. Какие еще варианты возможны? Могут быть нарушения в полях зрения, реже, конечно, поскольку это диабетическая, больше доброкачественная внутричерепная гипертензия, но, тем не менее, некоторые сужения полей зрения могут возникать. Фотопсии могут быть в некоторых, по-моему, такие вспышки, да. Поэтому, если пациент жалуется еще на нарушение полей зрения, на их выпадение, на вспышки света молнии, естественно, он нуждается в более расширенном офтальмологическом обследовании. Не просто там, да, вот мы заглянули, увидели диск, убедились, что он в хорошем состоянии, там нет какого-то застойных, каких-то явлений на глазном дне, но и осмотреть, например, периферию сетчатки, потому что вспышки света это показание для того, чтобы осмотреть сетчатку на предмет исключения каких-то дистрофий, разрывов и прочих вещей. То есть цепочка такая получается. Невролог понял, что нет никакого другого типа головной боли, то есть нет мигрени или головной боли напряжения, самых частых типов. И дальше, собственно говоря, он подозревает повышение тречминного давления. Он не будет его сразу пунктировать, потому что это инвазивная процедура. Лучше посмотреть глазное дно. Отправили к офтальмологу. Офтальмолог говорит, да, там глазное дно отечное. Сделали МРТ, там чисто, то есть нет никакого объема на образование. Ну и дальше, получается, наверное, все равно пациент должен вернуться обратно к неврологу, потому что в целом нам нужно его спунктировать, чтобы подтвердить этот диагноз, дальше уже назначить ему ацетозоламид или какие-то там оперативные вмешательства. Вы сейчас рассказываете идеальный путь введения этого пациента. На самом деле происходит с точностью наоборот. Приходит пациент первично на прием к неврологу с жалобой на головную боль. Невролог первым делом что делает? Отправляет на глазное дно к офтальмологу. И потом, только когда ему офтальмолог напишет, что все хорошо, сосуды не расширены, не сужены, диски контуры четкие, тогда только он начинает думать в сторону, а не головная ли это боль напряжения. Хотя по статистике, естественно, первичная головная боль встречается в десятки раз чаще, чем вторичная. Но, к сожалению, этот алгоритм, который вы озвучили, на практике я его не вижу никогда практически. Может быть, конечно, это сдержки жизни на пили. И еще, наверное, какой диагноз, собственно говоря, самый частый, если мы говорим про боль в области, вот в этой, конечно, самый частый это мигрень. Как ни крути, то есть мигрень это первичная головная боль. 20% населения страдает мигренью, каждый пятый практически. И при мигрене боль может быть в разных местах в целом. Это не исключает абсолютно диагноз мигрени. Она может быть с двух сторон, и с одной, и с другой. Но вот эта вот зона очень часто, как раз вот эта первая ветка троничного нерва... Можно перебью? У меня коллеги описывают, говорят, чуть глаз не выронил. То есть настолько сильная головная боль при мигрене, что вот это вот чувство, что вот выпадет глаз. Выдавливает глаз, да. То есть там есть такие описания, что его выдавливают, что его там каленым гвоздем что-то вставили и проворачивают. То есть, конечно, описание совершенно невероятное про мигрени, хотя это даже не кластерная головная боль. То есть в целом при мигрении иногда могут быть вегетативные нарушения, но это не так часто встречается. Ну и боль, конечно, больше четырех часов. Это отличается в первую очередь от кластерной головной боли. Да, боль в этой области, и она очень интенсивная. Но здесь неврологи уже, как бы, да, вот это... Их, как бы, что называется хлеб, как бы, да, и должны как бы вовремя поставить этот диагноз, как бы объяснить пациенту, от чего это назначено, правильное лечение. Но и даже если у офтальмолога, мне кажется, эта ситуация будет, как бы, да, то как в целом, как бы... Это зависит от, конечно, от офтальмолога, но на самом деле приходят пациенты, которые годами мучаются по описанию типичной мигренью, и при этом получают какое-то мифическое лечение в виде там капельниц, ежегодных в стационаре, какие-то там более утоляющие препараты, нестероидные, при этом диагноз мигрени у них не звучит, терапия профилактическая не назначена, то есть человек продолжает мучиться, там ежемесячные приступы, например, если это женщина в переменструальном периоде каком-то, и диагноз мигрени никто никогда ему не озвучивал, и услышать как бы от офтальмолога в первый раз, наверное, это может быть странно, но лучше хотя бы от меня, чем человек будет мучиться дальше. Да, да, да. Врачи вообще практики, по идее, эти диагнозы должны как бы очень хорошо знать, и это у них очень часто встречается, ну и офтальмологы, мне кажется, тоже. Ну, в первую очередь, диагноз должен знать невролог, к которому приходят наши пациенты, и получается, что невролог, человек, который должен как раз-таки отдифференцировать и сказать, да, у вас там первичная головная боль, у вас мигрень, направляет к офтальмологу на смотри глазного дна, человек теряет драгоценное время на походы, потому что к офтальмологу попасть в поликлинике, это тот еще квест. Вот это можно сравнить, я не знаю, там с каким-то прохождением каких-то кругов ада и чего-то еще. То есть, а потом только он возвращается к неврологу, и хорошо, если невролог, на самом деле, понимая, что гипертензии нет, дальше будет копать, а то он может сказать, что у вас там какие-то там, я не знаю, сужены сосуды, особенно в детской практике, да, назначают РЭК, какой-то ЭЭГ, ЭЭГ зачем-то назначают в дифференциальной диагностике первичных головных болей, а потом офтальмолог там в одной фразе написал, что да, артерии сужены, теперь говорят, ну у вас же сужены артерии, что же вы хотите, это у вас из-за этого головная болезнь, да, у вас же ВСД. И там ребенок, подросток иногда, да, с типичной мигренью, которая по описанию приступов очень укладывается в картину мигрени, и даже как бы родители описывают, что вот с такого-то возраста вот так-то, вот так-то он у нас мучается, он продолжает наблюдаться с диагнозом ВСД, получать там какие-то ноотропы, фенибуты, капельницы в стационаре, и при этом ухудшается его качество жизни, и естественно мигрень, которая долго существует без лечения, она может перейти в какую-то более тяжелую форму, да, и потом тяжелее лечить. Кстати, вопрос по поводу глазного дна, опять же, и сосудов там. Вот это сплошь и рядом, как бы, да, сужены, расширены, и прочее. Вот диагностическая ценность этих данных, насколько она важна в целом для неврологии, для терапевтов там в плане... Ни для кого не важна. На самом деле, оценить глазом калибр сосудов, это нужно иметь глаз-микрометр, во-первых, во-вторых, все это сужено, расширено, это все достаточно индивидуально, и показать картинку глазного дна одного пятерым специалистом-офтальмологом получишь пять разных заключений. То есть это, наверное, как и у всех, у рентгенологов, у специалистов по МРТ, поэтому нас интересует в первую очередь в описании глазного дна граница диска, четкие они и нечеткие, есть или нет очаговые какие-то изменения по типу кровоизлияний, отека каких-то ватообразных очагов, там это микроинфаркты в слое нервных волокон, да, они тоже могут на что-то указывать, изменения по типу диабетических у пациентов с диабетом, и для гипертоников, наверное, большую роль играет именно типичные гипертонические изменения, это ретинопатия, это фигура звезды в макулярной области, какие-то вот отложения эксудата, а все эти там артерии, вены не к 2 к 3, а 1 к 3, ну это доктор так показал, что 1 к 3, а завтра он придет, и у него будет 3 к 3. Покушать как следует прием. Еще такая очень интересная фраза, диск зрительного нерва удовлетворительного питания. Невероятно. Такого-то, да, питания, то есть он может быть плохого питания. Да, то есть овт-пад не выявлено, не рекомендовано к неврологу, как у нас хирурги любят, там хир-пад не найдено. Понятно, а вот вопрос по поводу глаукома, на самом деле, какие симптомы, ведь иногда можно спутать ее, наверное, с аурой мигрени, вот иногда, ведь есть какие-то зрительные феномены, которые у пациентов с глаукомой возникают. Это касается больше именно закрытоугольной глаукомы. Какие они бывают? Это может быть, ну, обычно они проявляются из-за того, что отекает роговица, из-за повышения внутриглазного давления, роговица отекает, и преломление лучей света изменяется, и возникают какие-то эффекты гала, например, вокруг источников света, там, как раньше описывали радужные круги, там, да, какие-то вокруг лампочек. Вообще похоже на ауру. Ну, это похоже на ауру, но по идее, как бы, если пациент приходит с такими жалобами, сначала мы должны исключить свое, а потом, если мы ничего своего не находим, тогда уже подумают, что а не аура ли это премигрень? Но все-таки, как бы, при ауре характерно же вот это вот по циферблату часов, там, да, то есть, как бы, такое нарастание и постепенное, а при приступе глаукомы, если это такой, как бы, да, ну, подострый приступ, не острый, там, не с давлением, там, за 50-60, когда глаз действительно очень сильно болит, а вот такой, там, бялопротекающий, нет такой, какой-то градации, именно изменение этой ауры, то есть, есть вокруг источника света радужные круги, посмотрел в другую сторону, они исчезли, при мигрении, все-таки, аура, она существует длительно. Да, при мигрении, и самое главное, она развивается во времени, то есть, она там от 5 до 60 минут, и она вот плавно-плавно, как бы, меняется, а получается, при глаукоме, это некие зрительные, вот эффекты. Феномен именно вокруг источника света, и он, как бы, непостоянный, то есть, посмотрел на источник света, он есть. Не смотришь, нет. Он связан именно с тем, что роговица отекает. Это может быть и при каких-то других видах отека роговицы. И, в принципе, снижение внутриглазного давления быстро этот феномен убирает. Понятно. И это, я так понимаю, возникает с утра чаще, после пробуждения? Это может возникать, например, приступ, чем может провоцироваться? Оширением зрачка. Это может быть, да, работа какая-то в темном помещении. Сон. Это может быть, если это факогенная какая-то, связанная с отеком хрусталика, глоукома. Например, работа в наклон. Что еще? Прием некоторых препаратов может провоцировать. Например, там, да, безобидные вроде как бы такие микстуры от простуды, содержащие в себе фенилофрин, они могут провоцировать приступ глоукомы. Многие препараты, которые расширяют зрачок через другие какие-то механизмы, тоже могут провоцировать. У меня вот вопрос по поводу еще одного такого, как бы, ну, не знаю, частого, не частого, как по типу постгерпетической невралгии. То есть у нас есть герпес, зострый, который возникает, иногда вот в зоне глазничной там, да, он поражает. Может глаз при этом поражать, может вызывать кератит герпетический. И иногда вот в зоне этих высыпаний у пациентов остаются длительные боли, которые как бы плохо купируются. Или, наверное, неврологи, инфекционисты, к которым обращаются, ну, по крайней мере, мои пациенты не совсем умеют это лечить. И пациент жалуется на то, что вот вроде все корочки все уже ушли, а вот боль там провел вот расческой там, да, и нестерпимая боли, она остается, она мешает жить, снижает качество жизни. Вот на сегодня что вот мы рекомендуем таким пациентам? Такое, да, действительно, такое бывает. Постгерпетическая невралгия, она, как бы, может быть и в области лица, и в области там груди, в зависимости от того, где были поражения, где были высыпания. Действительно, самое неприятное, когда это поражает, собственно говоря, глаз, как бы это вот. В первую очередь, конечно, мы должны понять, что это было, как бы, да, то есть история острого эпизода с высыпаниями, с пузырьками, как бы, ну, это все достаточно чаще всего бывает очевидно. И если боль остается после этого, то, конечно, лечение, оно не всегда, конечно, такое вот прям эффективное, как бы, и мы подбираем терапию, это могут быть антиконвульсанты, препараты из группы, вот, гавапентин или пригабалин, иногда работает амитриптилин, то есть в целом, вот, как бы, опять же, практически пальцем метом тестируем различные варианты. Ну, могут быть какие-то топические аппликации, там, капсицин или докаина, но чаще все-таки это антиконвульсанты или препараты, вот, трициклические антидепрессанты работают. А вот если пациент пришел именно в остром периоде, там, да, в период высыпаний противовирусный препарат, у нас просто получается какой-то такой футбол, опять же, да, это не ко мне, он пришел вроде как бы герпес в области глаза, но роговицы не затронуты, и офтальмолог говорит, не, ну, идите, вот, там, инфекционист будет вас лечить. Инфекционист выписывает, там, какую-то дозировку, например, там, того же ацикловира по 200 два раза в день. Ну, собственно, неправильно, конечно, да, нужно назначить противовирусную терапию, обсуждается еще назначение глюкортикоидов, тоже там противоречивые данные, но тоже вот в этом остром периоде вроде как они уменьшают немного, как бы, вероятности. Есть какое-то такое окно терапевтическое, там, допустим, первые два дня высыпания, если мы дадим противовирусное, мы снизим, там, частоту невралгии или нет? Да, вероятность такая есть. Есть, что если мы в первые именно дни, то есть пациент не должен там сидеть, его не нужно как-то футболить между собой. Если он первым пришел, тот должен назначить противовирусным, причем в адекватной дозировке, если я правильно помню, это 4 грамма в день. Да, все боятся, конечно, там, как боятся поражения печени или чего-то еще, ну, как бы, то есть, конечно, все это решение принимается пациентом с оценкой, конечно, как бы всех остальных сопутствующих заболеваний, но абсолютно точно нужно это сделать, если это прямо вот успели поймать в этой острой фазе, потому что вероятность того, что будет очень неприятное заболевание, она, конечно, очень велика. Ну, еще, наверное, оптиками лиц стоит обсудить, потому что заболевания, вот, проблемы это бывает, как бы, да, и это молодые обычно, обычно девушки молодые жалуются на то, что у них, вот, как бы, с одной стороны нарушается зрение, и боль бывает, да, как бы, то, что ретро-бульбарное получается. Ну, здесь, наверное, они, опять же, попадут сначала к офтальмологу, что там могут увидеть при воспалении зрительного нерва. Иногда бывает, что если, как бы, да, воспаление зрительного нерва есть, мы на глазном дне можем даже ничего не видеть, то есть даже какая-то там советская присказка, что если больной ничего не видит, а доктор ничего не видит, скорее всего, это не вредит зрительного нерва. Имеется в виду, что именно картина глазного может никак не изменяться, а света зрения будет снижена. Она может быть снижена значительно до сотых, то есть до счета пальцев. Страдает поле зрения, то есть мы можем выявить путем компьютерной периметрии это сужение поля зрения, но иногда достаточно просто каких-то тестов буквально пальцы показать, в разных квадратах посчитать, увидеть, что есть сужение. Чаще всего будет сужение на цвета, то есть иногда мы можем колпачок красный от ручки показать и увидеть, что именно на красный цвет происходит значительное сужение, и это тоже поможет нам в диагнозе. Понятно, а это полотенце, то есть поделить полотенце? Да, скажите середину полотенца, и пациент видит, это обычно при явных геменопсиях, но это можно сделать на первичном приеме, это не отнимает много времени, и ошибкой будет не сделать этого и отправить пациента, допустим, к тому же неврологу, к смежному специалисту, не проверив вот эти базовые какие-то вещи. Получается, это пациент в любом случае, если нет таких грубых нарушений, поля зрения вроде окей, но зрение нарушено, наверное, дальше идет к неврологу, потому что явно какая-то другая часть уже невролога. Но это если офтальмологу повезло, есть под рукой такой хороший невролог, который можно направить, на самом деле чаще всего нет. То есть офтальмолог, подозревая, что это, скорее всего, неврит, направляет пациента на МРТ, с контрастированием, и когда он уже видит на МРТ или в описании, или если он сам умеет смотреть и видит снимки с очагами демилизации, тогда уже, ну это чаще все-таки в моей практике не какой-то стандартный невролог, а какие-то варианты областных каких-то центров кабинета рассеянного склероза. Потому что я думаю, что в маленьких поликлиниках, конечно, есть везде у нас там звезды и светила, и в маленьких учреждениях. Но чаще это все-таки какие-то крупные центры. Вопрос компенсации еще как бы. Да, там же потому что заболевания, которые требуют длительного приема пожизненного препаратов, хотя в острую фазу, наверное, может быть какие-то... Опять же, у нас сейчас очень сложно с границами компетенции, потому что если, допустим, раньше назначить пульс-терапию, то уже офтальмолог легко и просто. Сейчас там очень все это мы ходим так под домокловым мечом все. И что-то лишнее, когда ты пытаешься сделать не по своей специальности, ты уже думаешь, а оно мне надо. И иногда как бы, может быть, немножко трусливо, но пытаешься делать все, что положено по твоей специальности, а все, что выше, отправляешь уже к другому специалисту, который на это, скажем так, учился, у которого есть сертификат необходимой компетенции, чтобы назначить некоторые препараты и так далее. Что бы вы посоветовали неврологам? Как бы вы хотели, чтобы они спрогрессировали и стали лучше? Мечта. Хотелось бы, чтобы неврологи, во-первых, больше читали все-таки, наверное, не какие-то наши кафедральные методички, а хорошие учебники или зарубежные какие-то источники. Хотелось бы, чтобы неврологи понимали, что первичные головные боли – это наиболее частая причина головных болей, и не нужно всех с головными болями прислать к нам, к офтальмологам, потому что процентов 60 приемов амбулаторного занимают пациенты, которых просто прислали глазное дно посмотреть. Это ладно, если это возрастной пациент, мы можем заодно сделать скрининг на глоукому, хотя там тоже то ли нужно его делать, то ли нет, очки заодно какие-то подобрать, если есть жалобы. Но в массе своей получается большинство вот этих пациентов, они просто теряют время в ненужных консультациях и отнимают время у специалиста-офтальмолога, он мог бы заниматься чем-то другим. Надо учиться глазное дно смотреть. Да. Либо научиться сами смотреть глазное дно. На самом деле норму от ненормы отличить может любой специалист, которого научить. Показать им несколько раз, как это делается, и научить его можно, а если нужно, я могу научить и вас. Спасибо. Наверное, хотелось бы, чтобы коллеги немножко прислушивались к офтальмологам в том плане, что если мы направляем и пишем, что нашего ничего нет, иногда это действительно пациенту, которого посмотрели вдоль и поперек, и действительно нашего ничего нет, и не нужно обратно возвращать к нам, говорить, ну что ты, у вас ничего неврологического нет, идите, вот офтальмолог вас немножко недосмотрел, недолечил, недообследовал. Иногда действительно это пациент неврологический, просто наверное всем нам желаю найти каких-то коллег, которым мы доверяем, у меня такие коллеги, слава богу, есть, в том числе и в вашем лице, к которым мы можем отправить пациента и быть уверенным, что его нет в футболе, не скажут, что это не мое, это не ко мне, и обследуют, дообследуют, назначат правильное лечение, выдержанное какое-то, то есть адекватное, без капельницы, святой водой и прочими вещами. Так, наверное, что бы вы хотели пожелать, в свою очередь, офтальмологам? Офтальмологам, наверное, первое, это то, что как раз касается сосудов на глазном дне, потому что требуется очень много времени объяснить пациенту, что у него, допустим, условная головная боль никак не связана с сосудами, а он же показывает, вы, доктор, посмотрите, там у меня же сосуды сужены, это надо расширять их срочно, чтобы не болела голова. И, конечно, это практически во всех обследованиях, которые мы получаем от других специалистов, нигде не пишется норма. Присылайте ко мне. Да, вот это редко бывает, что пишется все в порядке с точки зрения офтальмологов. Поэтому, наверное, это вот ключевое. И в целом, наверное, офтальмологи могут вполне знать критерии достаточно часто встречающихся условно заболеваний, той же мигрени, скажем, которую поставить не составляет особо проблемой. Назначить даже обычные безрецептурные обезболивающие, если нет каких-то явных красных флагов. По поводу сосудов еще немножко такой комментарий. По поводу диагноза всем известного ангиопатии сетчатки. Когда я его вижу, я говорю, что, знаете, вот у вас там все хорошо и норма, но доктор, вот когда он поставит диагноз норма, его просто не оплатят страховая. Поэтому вам поставили диагноз ангиопатии сетчатки, вы его вообще не воспринимаете никак. Это просто не для вас. Это для страховой, потому что вот так. На самом деле у вас все хорошо, вы здоровы, у вас с сосудами все нормально. Просто вот такая вот у нас беда, у нас здоровых пациентов не оплачивает государство. Спасибо, дорогие коллеги, что были с нами на Первом медицинском канале, желаем вам не теряться в сложных пациентах и находить пути взаимодействия с коллегами других специальностей.